Здравствуйте! Ну вот пока лето не закончилось, я хочу показать вам, как делать мусаку. Ну, по-гречески он называется мусакас, а вот что принести, что подать, мусака. Ну, наверное, поэтому и мусака. Мусакас, мусака. Это очень вкусное блюдо, кто его пробовал, тот подтвердит. У меня начинает уже картошка темнеть, я ее почистила заранее. Я положу сейчас быстренько, приготовлю вернее. Итак, нам понадобится 3-4 картофелины, смотря сколько у вас мяса. У меня полкило мяса, вот 4 картофелины, 3 больших баклажана, 3-4 баклажана. Понадобится сыр тертый, у меня тертый сыр уже готовый. Понадобится томатная паста и консерва помидорная или, в конце концов, томатная паста с помидорами. Слово забыл, консерва. Понадобится 1 луковица также, 1-2 дольки чеснока, это же опять зависит от вкуса. Соль, оливковое масло, немножко перца и вот такие специи. Но вот это у нас называется бахари. Мне сказали, что еще называется душистый перец, яванский перец, душистый перец. Палочка корицы и 3 у меня гвоздички. Вот эти все специи очень специфичные и очень дают такой сильный привкус и аромат. Поэтому с ними лучше не перестараться. Лучше меньше, чем больше. Итак, давайте приступим. Мясо может быть любым, бараним, говяжьим, свиным, смешанным. Это не играет большой роли. Сыр я вообще-то кладу фету, мне больше фета нравится, но уже классический вариант, тут 3 вида сыра. Я сейчас нарежу баклажаны, они могут горчить, как вы знаете, поэтому мы посолим и поставим в дуршлаг, чтобы стекал сок и они немножечко потеряли свою горечь. Я сейчас все покажу. Ну вот, порезала я один баклажан, просыпала его солью и сейчас сделаю все со сальными баклажанами точно так же. Баклажаны мы нарезаем примерно в сантиметр. Почему я начала с баклажан, они должны какое-то время постоять солью и отдать свою горечь. Мы отставляем баклажаны в сторону. Мелко нарезанную луковицу или две луковицы, все зависит, как я уже сказала, количество вашего мяса. Мы слегка обжариваем, так предпускаем даже, а не обжариваем, когда начинает немножко лук мягчать. Добавим нарезанный чеснок, мясо и томатную пасту. Ну вот, на этом этапе кладем мясо. Добавляем фарш, я все мясо говорю, фарш добавляем и перемешиваем хорошо-хорошо. Можно сначала добавить, конечно, пасту, но мне нравится, когда немножко такой вкус, как поджаренный, поэтому мясо вперед кладу. В общем, конечно, сколько хозяек стоит рецептов. И от районов еще зависит, добавки разные. И, разумеется, количество масла зависит, опять же, от вашего вкуса. Кто любит пожирнее, посочнее, может налить, вернее, побольше масла. У меня масло оливковое, но должно, в принципе, оно быть. Но не думаю, что будет очень большим грехом, если вы нальете какое-то другое масло. Вот на этом этапе можно, кто хочет, добавить небольшое количество вина. Белого или красного не играет роли. Я не буду добавлять вино. И добавляю вот такой вот томатный концентрированный сок. Если у вас есть помидорчики такие мелко нарезанные, консервы, тоже все это подходит. И подходит томатная паста тоже. Ну, так как лето, я добавила один помидор. Добавляем чайную ложечку сахара. Чеснок. И я уменьшаю огонь. Я добавляю специи. Их нужно будет потом убрать. Посолили, поперчили. Мне очень неудобно, я сегодня одна. И варим на медленном огне, пока наш мясной соус не загустеет. Картофель мы нарезаем примерно так же сантиметр в толщину. Классический рецепт требует обжарки и баклажан, и картофеля. Но это очень жирно и очень трудоемко. Поэтому будет немножко облегченный вариант, не совсем классический. Мы будем делать в духовке. Вот так, на смазанный маслом противень. Это пергаментная бумага у меня. Я просто выкладываю. Простите, руки покрасились от лука. Лук был такой яркий. Вот так мы выкладываем. Я картошку посолю обязательно. Покажу конечный результат. С большим трудом, но моя картошка разместилась полностью на этом противне. Я смазываю и верхнюю часть маслом. Слегка. Нам не нужно слишком жирное. Это будет для вкуса. И присаливаем. Слегка присаливаем. Ну, опять же, дело вкуса. Ну, и идет в духовку противень, пока не появится такая золотистая корочка. Ну вот, практически испарился избыточный сок, избыточная влага испарилась. Теперь отставляем в сторону. Но прежде чем отставить в сторону, мы убираем наши специи. Простите, все на греческий перехожу. Я знаю, сколько у меня было, поэтому я поищу и вытащу. Вообще у нас кладут в такую тюль, но я не люблю, когда что-то плавает в обеде. Картошка готова. Я переложу сейчас ее, слишком сильно не надо зажаривать, на полотенца бумажные, чтобы впитался избыток масла. Очень хорошо промываем баклажаны в проточной воде. Затем отожмем их хорошо-хорошо. Ну, я это сделала. Так как мы не будем жарить баклажаны, я не буду их обсушивать. Так отжала. Процесс тот же самый. На смазанный пергаментный лист, вы можете просто на противень, я на пергаментный лист кладу, разложить баклажаны. Солить мы их не будем, потому что они уже настоялись, впитали в себя соль. И отправляем в духовку. Ну вот, наши баклажаны слегка обжарились. Мы их достаем, опять же, так же кладем на бумажные полотенца. Укладываем картошку, стараемся не оставлять пустые места, даже одну на другую. И укладываем слой баклажан теперь сверху. Уложили баклажаны, в принципе, можно поджарить и сильные, но мне нравится, чтобы было такое, более сочное. Теперь наш мясной соус сверху распределим везде. А запахи стоят, и теперь бешамель сверху. Ну и последний штрих перед отправлением в духовку я посыплю сверху тертым сыром. В общем-то, это не обязательно, оно будет красиво и вкусно. Так как наши продукты практически все готовы, готовится будет где-то около часа, пока не покроется красивой корочкой наш мусакас, мусака, музака. Я ставлю на 200, вы можете поставить на 180, но все зависит от вашей духовки. У меня не очень хорошо работает, я должна ее поменять. Духовка в верхних дни сработает. Ну вот и готова наша мусака. Некоторые держат подольше, чтобы она была потемнее, но мне нравится вот такой вот золотистый оттенок. Так, мы оставим ее хотя бы на час остыть, так она лучше держит форму и все соки не вытекут. Ну, не дождусь. Я держала ее в духовке при 200 градусов около часа. Ну, все зависит, конечно, от духовки. Вот такая вот красота получилась. Напоминаю, что было вверх и низ грелось, пеклось. А запахи стоят. Ну вот, наш мусакас готов, мусака наша готова. Остается только попробовать. Приятного всем аппетита! Попробуем? Ну-ка. Простите за чавкание, но это песня. Попробуйте. Попробуйте. Продолжение следует...